В отделении онкологии Республиканской больницы номер один Национального центра медицины на сегодняшний день проходит курс лечения 24 ребенка. Порядка 40 детей состоят на диспансерном учете. Маленькие пациенты поступают по направлению, но иногда родители сами приходят с детьми в приемно-диагностическое отделение, чтобы пройти обследование. Пациенты поступают со всех улусов Якутии. На сегодняшний день здесь трудятся 4 врача-онколога, средний возраст которых 30 лет. Они ежегодно выезжают в Москву и Санкт-Петербург для повышения квалификаций и обмена опытом с коллегами из федеральных центров. В нашем отделении лечатся дети с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Больше всего, конечно, детей с солидными заболеваниями. Их составляет около больше 70% детей. Это болезни костей, печени, опухоль головного мозга. Большую часть составляют дети в возрасте до 5 лет. Но, по словам врача-онколога Ольги Ядреевой, 80% детей, у которых выявили онкологию на ранней стадии, имеют шансы на выздоровление. У нас лечение приходит не только в нашем отделении. Мы отправляем на пересадку костного мозга, лучевую терапию, хирургический этап лечения. По квоте это бесплатно в федеральной клинике нашей страны. Это в основном Санкт-Петербург, город Москва. Одна из самых маленьких пациенток больницы, трёхлетняя Настя, поступила в отделение два года назад из Мегино-Кангаласского улуса, села Нижний Бестях. Тогда девочке исполнился всего один год. По словам её мамы Лилии Прокопьевой, врачи выявили у ребёнка опухоль костей. Два года химиотерапии и интенсивного лечения привели к положительным результатам. На сегодняшний день у Насти наблюдается период ремиссии. Дочка заболела в 2014 году. Мы впервые попали сюда. Врачи очень хорошие. Сейчас уже прошли лечение. Сейчас на обследовании. Попали сначала. Срочно перевели из инфекционной больницы. Год получали химиотерапию. Сейчас вот обследуемся. Ну, можно сказать, что всё страшно позади, да? Да, можно. Ну, надеемся на это. Как говорит врач Ольга Ядреева, отделению стараются помогать благотворительные фонды. Сделали уголок, купили детям компьютер, есть тренажёры. Так как из-за химиотерапии у детей идёт ослабление организма, всё равно им нужна физическая нагрузка какая-никакая. Ну, вот благодаря этим спонсорам всё-таки детям здесь хорошо, детям нравится. Стоит отметить, что 29 ноября во всём мире отмечается День благотворительности. В этом году Россия стала одной из 72 стран-участниц международной акции «Щедрый вторник». Поддержали инициативу представители некоммерческих организаций, бизнеса, средств массовой информации, гражданские активисты Якутска. В этом году все собранные якутянами средства будут направлены в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Они в первую очередь нужны детям, потому что здесь очень много помогают благотворительные акции, спонсоры. Благодаря им тут покупают игрушки, благодаря им приходят разные интересные люди. Я считаю, что это очень важно и нужно продолжать. Ольга Ядреева, в свою очередь, отметила, что и для родителей спонсорская помощь необходима. Конечно, дети, хотя и бесплатно летят, все оплачивается, но один родитель всегда находится с ребенком. Конечно, для семьи это большой удар. И, конечно, финансовая помощь им необходима. Отметим, что в акции «Щедрый вторник» могут принять участие как организации, так и частные лица. Каждый желающий может привнести свою лепту и помочь маленьким детям сделать шаг навстречу счастливому детству без боли. Надежда Ефимова, Николай Неабутов, ЕСИА. Продолжение следует...